От них зависит интеллектуальное развитие детей, их социальная адаптация и будущее в целом. Все это об учителе. Сегодня в Чебоксарах стартовал первый этап ежегодного конкурса «Молодые педагоги столичного образования». Учитель – это и психолог, и поэт, и актер, но самое главное – это незаменимый помощник и настоящий друг. Лучшие из лучших педагогов Чувашской республики борются за почетное звание «Учитель года». Оценивается творчество, оценивается новизна подходов, корректность, методическое мастерство учителя, какие результаты, результативность урока, рефлексия и оценивание урока. Ну и, конечно, личность учителя оценивается, то есть как учитель преподал, его взаимодействие с учащимися, ну и, конечно, результат урока, как они вышли, как поставили проблему урока, как они ее решили. 14 конкурсантов из 10 общообразовательных школ столицы Чувашии должны показать свою работу по четырем направлениям. Это педагогический совет, образовательный проект, мастер-класс и урок. Но задача педагогов была усложнена. Если обычный школьный урок длится 45 минут, то конкурсанты должны преподнести свой материал в сжатые сроки. Лишь за 25 минут, причем незнакомой им детской аудитории. И участники со своей задачей явно справились. Работала с незнакомой аудиторией, с незнакомыми детьми. Конечно, в этом есть определенные сложности, но в данном случае все прошло идеально. Дети меня приняли, дети очень хорошие. И в итоге, в общем-то, я довольна своим результатом, своим уроком. Дети усвоили все, что я давала, свой материал по лексике. Это были учащиеся пятого класса. И, в общем, итог урока получился отличный. Самим подопечным, а именно учащимся 46-й школы города Чебоксары, такие уроки пришлись по вкусу. Я хотела бы, чтобы уроки были такими же, как сегодня. Мне понравилась тема хобби. Там было много интересного. Нужно было искать всякие конверты, расшифровывать. Были кроссворды. Было очень интересно. Интересно было разгадывать загадки, отвечать на вопросы учителя. Заниматься было с ней несложно, потому что она была очень добрая и отзывчивая. Победители этого этапа станут участниками республиканского конкурса. Он пройдет в Чебоксарах 6 по 29 апреля. Кстати, победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2015» получит премию главы Чувашской республики 150 тысяч рублей. И будет представлять Чувашию на всероссийском уровне. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.